Здравствуйте, уважаемые зрители! Последний ролик на сегодня. Иран бросился, снова бросился на помощь Армении. Ему не страшен даже огонь. Вот статья Ухуазе. Армения оказалась беспомощной перед лесными пожарами, вспыхнувшими в районе Мегри. Вспыхнули пожары в Армении, вот, на границе между Ираном и Арменией. Мегри здесь рядом совсем. Лесные пожары начались. И хотя масштаб природного бестия был не настолько велик, но несчастной Армении не оказалось даже необходимых средств для его ликвидации. Нет средств в Армении, нечем тушить. И тут на помощь, как всегда, приходит Иран. Так, и, в общем, Иран бросил все свои силы, именно технику и пожарных на тушение огня. Это при том, что Иран реагирует на важные глобальные события, происходящие в регионе и даже в мире, не всегда или даже слишком поздно. А вот в случае с Арменией он не заставил себя ждать даже доли секунды. Все на пожар, срочно помогать Армении. Это рвение Ирана можно бы положительно оценить, только если бы оно было проявлено в гуманитарных целях. Однако все мы уже можем увидеть истинный смысл Тегерана и Ереванского сотрудничества. Проармянская позиция Ирана на протяжении многих лет создает угрозу для стабильности в регионе. А Армения все так же придерживается своей низменной сущности, снова прибегая к своим излюбленным провокациям, заручившей поддержкой Ирана. Поэтому неудивительно, что Иран так скоро поспешила на помощь Армении, чтобы послушать смешной с точки зрения масштаба пожар. Тегеран этой благодарностью дал понять, что так же молниеносно прибегал к Еревану во время войны. Но как бы Иран не пытался это скрыть, благодаря усилиям наших соотечественников, все провокации были разоблачены. В общем, и в случае чего в Армении случается или пожар, или какое-нибудь там еще событие, Иран будет срочно идти на помощь и помогать, как сказать, своему соседу. Так, где эта карта? Еще на карте сейчас покажу. Ну, Мегри, да, совсем рядом тут граница. И вот как раз тут... Тут хотели Зангизурский коридор строить по этой линии. И сейчас Иран, конечно, там сейчас контролирует ситуацию, и он против, чтобы там был Зангизурский коридор. Ну, вот сейчас пожар там случился, и решили помочь армянам потушить. Неужели там в Армении своих нет средств противопожарных, так сказать, безопасности этих машин, чтобы затушить пожар? Ну, в общем, да, такая ситуация. В общем, вот такие новости. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.